Кажут, что каждый археолог хочет найти сметницу, спаленное житло и пахаванье. Цекава, об яких знаходках марали адмысловцы, приступающие до вылучения первобытных поселеща в околицах вёски Дрозды под столбцами. Команда выкладчиков и студентов УБДУ распачала доследование помника в 2012 году. В начале экспедиции стояли молодые археологи Александру Владимировну Вайтович и Виталю Владимирович Ашейчик. Раскопки доужилися три годы. Были знайдены десятки тысяч кроменёвых артефактов, собраны я сотни обломков ляпного посуду. Усе артефакты свечили об тым, что жице на невеличком участку збережья Немана вяровало и у каменным, и у бронзовым вяках. Археология не любит метусни. Культурный слой сдымауся сантиметр за сантиметром, и раптом удельники раскопок натрапили на рештки старожытного пахаванья. Пахаванья у взрослым каля 5 тысяч год. Знаходки смогли шматчаго распавести об падеях далёкага минулога. Колешнія жахары панямоння развіталіся са сваім яшчэ не старым суплеменнікам. Яны выкапалі неглыбокую яму і абклалі яе стенкі апаліными дожками. У тіе часы адправляць ў падарожжа ў замагільний свєт без проношэнню було не прынято, і панямонцы не адступіліся ад традицій. Яны пакінулі суродзішу багата аздобліны гаршчок са страва із ялавіччыны. Не забыліся яны і аб необхідніх ў паўсядзённісті прадмєтах. Каменнай і крамянёвай сякерах, крамянёвых ножах і наканяшніках стрел. Узбраєння було нове, а вось пралады працы, як і патрабаваў ритуал, ніхто адмыслова не вырабляў. У магілу змістілі старыя спрацаваныя рэші. Цікава, кім ян был? Чалавек пахаваны пад драздамі. Правадыром? Ваяром? Гандляром? Абы гэтым мы ніколі не даведаімся. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин